Нет, не так. Очень часто встречается ошибки... Привет, ребята! С вами дизайнер Алина. Сегодня поговорим о популярных ошибках в выборе освещения и в его расположении. Очень часто встречаются ошибки при подборе осветительных приборов, не учитывая цветовую температуру освещения. Цветовая температура осветительных приборов должна сочетаться с вашими отделочными материалами, с полом, с потолком. Да и в общем цветовая температура должна, правильно подобранная, должна нести за собой определенную функцию. То есть если вы хотите добиться уютного, комфортного помещения, где будете проводить вечера со своими родными, это должен быть теплый свет. Свет, который создает комфорт, мягкость и уют. Если это рабочая зона, если это ваш офис, допустим, конечно, лучше выбирать белый нейтральный свет или холодный свет для поднятия вашей работоспособности, активности и вашей энергии. Следующая популярная ошибка это однородное освещение интерьера. То есть тот момент, когда мы используем основные точечные светильники однородно по всей площади потолка. Это неправильно. Правильно, когда мы используем несколько акцентов. Акценты, которые создают тени в помещении, которые создают уют, графичность и архитектуру самого помещения. В таком правильно освещенном интерьере человек будет чувствовать себя комфортно и уютно. В противном случае, если мы будем использовать много акцентов, это тоже не есть хорошо, потому что помещение будет перегруженным и тяжелым для восприятия и нахождения в нем. Еще очень важно учитывать индекс CRI, это индекс цветопередачи, Color Rendering Index. Это показатель, который характеризует, насколько свет на любом объекте, на который направлен светительный прибор, соответствует свету естественного освещения. Эталонным показателем CRI является значение 100. Но это не значит, что каждый светильный прибор должен иметь такое значение. Достаточно и 80. Следующая популярная ошибка – это использование поворотных светильников, в надежде на то, что они будут когда-либо поворачиваться. Этого никогда не произойдет. То есть то, в каком положении вы их смонтируете, в таком положении они и останутся. Поэтому нужно обязательно понимать их функцию, для чего они размещены и что они будут освещать. Работать с таким светом нужно очень и очень аккуратно, потому как надо понимать, если вдруг вы захотите поменять его направление, луч может попадать в глаза. Это будет некомфортно и неуютно. Об этом нужно помнить перед тем, как вы монтируете эти светильники и продумываете их расположение. Идем дальше. Следующая распространенная ошибка – это бездумное использование магнитных и трековых светильников. Как правило, их используют много, их используют везде. Если это объект, большой дом, то их используют в каждом помещении. Так делать нельзя. К каждому осветительному прибору нужно подходить грамотно. Каждый осветительный прибор должен нести свою техническую функцию. Потому как магнитные и шинные системы – это технический свет. И они имеют огромный функционал. На сегодняшний день трековые и магнитно-шинные системы – это самый актуальный технический свет. Есть огромное количество, огромный ассортимент таких приборов. И когда мы планируем размещение таких осветительных приборов, мы должны четко понимать, какую функцию он будет нести. Следующая ошибка, о которой мы поговорим, связана с использованием светильников Downlight. Это светильник, встраиваемый светильник, который имеет определенный угол рассеивания света. При использовании таких светильников на потолке на разном удалении от стены, мы получим неправильную и композиционно некрасивую стену с тенями, где арки от света будут распределены на разных высотах, и они будут разные по интенсивности света. Поэтому такие светильники на потолке нужно использовать равноудаленно и симметрично. Существует еще другая проблема, связанная со светильниками Downlight. Если мы разместим такие светильники на потолке слишком далеко от стены, то свет от них будет падать слишком низко. Соответственно, тени будут занимать большую площадь стен. За счет этого будет создаваться эффект низкого потолка и, в принципе, темного помещения. Поэтому так делать нельзя. И напоследок, самая распространенная и самая опасная ошибка в освещении. Это когда бездумно используют светильники, просто исходя из их эстетического вида. То есть выбирая их по внешним параметрам. Это неправильно. В первую очередь нужно смотреть на технические параметры каждого светильного прибора. И все вышеперечисленные параметры, о которых мы говорили, тоже нужно учитывать. Это мощность света, это сила светового потока, это индекс цветопередачи, это угол направленного света. Все эти параметры обязательно нужно учитывать при выборе осветительных приборов. И только после этого смотреть на их эстетическую сторону. Спасибо, что были с нами. С вами была дизайнер Алина. Пишите в комментариях, о чем хотите, чтобы я рассказала еще. Всем пока.